Мы приехали в город Шахта Ростовской области, правильно? Так, назовите своё фамилию, имя, отчество. Суворов Николай Павлович. Николай Павлович. Сколько вам лет? А кто я знаю? 86. По паспорту 84. Вы дальше расскажите случай, что-то с собакой было. Расскажите, как это было и что? Раз я и шёл по улице по своей, и вот калитка открытая, забор большой. И выскакивает оттуда собака здоровая. А я её хотел осенить крестным знаменем. Она мою всю руку в пасть захватила. И вот до этих вот пор. А я там ей перекрестил в пастью. В пастье, внутри? Внутри. Во имя отца и сына. Вот так вот, во имя отца и сына из того духа. Как она запищала, как она закричала. Как будто бы её кто-то палкой ударил. И хозяйка вот она подскочила сзади её, забрала её. И вот так вот они довольны, что она мне всё покусала. Ничего, где-то чуть кровь был вот так, ну чепуха это. Ничего не покусала. Это чудо Божие? Это чудо Божие. В тот раз так же ещё четыре собаки напали. Я им крестным знаменем во имя отца и сына из того духа. Они по разным сторонам разошлись. А я своей дорогой пошёл. Но это нельзя отрицать, понимаешь? Это факт, живой человек. Мне приходилось беседовать с сектантами. Я говорю, но вы силу крестного знамения-то знаете. Ну а обычно они говорят, а мы и так молимся, Бог слышит. Я говорю, а бывает у вас так, что он на вас лукавый нападает во сне? Бывает. Я говорю, а как ты отбиваешься крестным знаменем? Я говорю, так вы же не креститесь, баптисты, вам же это не надо. Так не надо, он никуда не ходит. Я говорю, на него, а он на меня. Я говорю, ты там взял его, перекрестил, он сразу опрокинулся и исчез. Вот и доказательство. Грамота не поможет, дело. Да. Я с одной сектанткой когда беседовал, она присёл в собрание. Я говорю, вот ребёнок, если не крещён у тебя, он умрёт. И ты его лишишься, он пойдёт к преисподнюю. А она до этого говорила, да зачем, ребёнок непонятно. Она сразу встала и говорит, я готова хоть сейчас креститься. Лишь бы ребёнок только не погиб. Это я, значит, так же выходил с цеху. И ехали девы. Приехал на остановку. И там мы ходили в церковь мне нужно было. Там девчата стояли. А я с ними разговаривал. Девочки, если собака будет на вас нападать, то вы крестите её. Она не укусит вас. И вот через несколько времени, через месяц, может больше, встречает меня одна и говорит, ты знаешь, на меня четыре собаки напали. А я, говорит, их крестным знаменем во имя Отца и Сына Стёдыха. И они разошлись по разным сторонам, а я своей дорогой пошла. Вот так вот и у меня такой же случай был. Вот так. Крест — это непобедимое оружие. Мы нигде не считаем, чтобы у святых отцов они зазирали крестное знамение. Никогда. Они всегда его совершали. Интересно, я когда обратился к Богу, они там пятидесятники, баптисты, соединённые были. Ну и книга такая есть, Генрика Сенкевича Ка Магридиши. А апостол Пётр, когда выходил из Рима, а в это время явился Господь и спросил, куда идёшь? Куавадис. Если ты уходишь, то я буду в Риме, мне второй раз придётся умирать. И он вернулся. И вот интересно, Петра ведут на казнь, а я считаю, ну там сектанты-то, они книгу признают, они её любят. Но в одном месте сильно зачёркано. Я говорю, а что тут зачёркано, почему? Да там неправильно написано. Я говорю, ну а что тут неправильно-то, я хоть прочитаю раз-то. Но они вымрыли и всё. А потом я узнал, оказывается написано, и Пётр шёл и осенял всех крестным знаменем. А у них его нету, они это взяли и выщипывали. Ну как же ты выщипывал-то? А он лауреат Нобелевской премии, Сенкевич. Как можно за него решать-то? Тем более, да это кто, когда знает недавно? Как знает? Сейчас я батюшке подарил. Как его звать-то батюшку? Иоанн. Иоанн? Иоанн, да, Иоанн. Ага. Крестное знамение, какую имеет силу? И там говорится в житиях святых не у одного, а у многих. Они говорят, да православное это в 15 веке появилось. Я тогда, ну ты, слово православное-то. Я беру апостольское правило, там православный, епископ. Дальше, Первый Вселенский собор опять, православная, кафолическая вера. Я говорю, как вы говорите-то? В 13-14, когда это Первый Вселенский собор. А я апостольское правило. Они не знают ни истории, ничего нету. И дальше, в каком соборе, сколько раз слово православное употреблялось? Я все это привел, выставил, и мои сектанты замолкли. Потому что у меня документы, а у вас ничего нету, кроме ненависти к крестному знамению и православию. Православное слово, я говорю о слове, а не то, что мы такие хорошие или где-то. А на святых отцов попадало где-то. Они упоминают там, допустим, пять раз всего за все время. А на соборах поместных там еще меньше. Вот так. Нам нужны действительно исторические свидетельства. Крестное знамение было всегда. Икон не было. Как не было? Когда жития святых, мы считаем, они с первого века идут. Но ни такое, ни мироточения, ни этого ничего не было. Креститель дал образ свой. Да. Это князю Эдесскому. Это Эдесскому. Авгарю. Авгарю, да. Ну не веришь ты в это. Ну а почему воевать? А свои фотографии признаете? Я не говорю, давай поклоняйся, целуй. Я это никогда не говорю. Но иконы, идолы, это совершенно разные. Да. Идолы в Господь чурается, а изображение повелевает делать в храме. А где это известно? Из Икиры 41, 17. И в этот храм пришел Господь. Он говорит, дом мой. Он не сказал, дом чужой. Дом молитвы наречется. А в этом доме были иконы от пола до потолка снаружи и снутри резные изображения. А чьи это иконы были? Чьи иконы были? В храме, второй храм Соломонов, Заровавелев называется. Повеление Божие было, изображение херувимов, ангелов. Людей не было, потому что люди шли в преисподние. А храм строился по образу небесного. А так как теперь святые на небе, поэтому по образу небесного у нас и икона. А тогда нельзя было, потому что люди шли в преисподние места земли. Тут на все дается объяснение. Тут никакой критики мы не наводим, ничего. Мы как-то выехали от одной сестры, она из журналов везде иконки лепила. Они выгорели, ничего нету. Прямое повеление собрать. Она собрала больше ста иконок. Мы поехали дорогу и сожгли. А на них не написано, ничего нету. А хорошие, которые остались. Не надо там трястись бояться, а на определенные правила. Чтобы они не были поруганы. Вот и все спрашивают, что с мощами делать? Мощи все собрать, с достойными песнопениями, с церковными почестями захоронить. В прах ты и в прах возвратишься. Просто и понятно. Чтобы не было кощунства. Если бы люди знали священное писание, вот этого раздрая не было бы. Я когда сказал, что мы молимся за Путина. А, так вы такой. Вроде это. Я говорю, я обязан молиться. Потому что молиться за царей, за начальствующих. Какая моя вина-то? Будет это все равно не так, как я прошу. Это положено так. За царей молиться за всех. Чтобы Бог дал покаяние, дал страх Божий. Да. Что над ними есть царь царей Господь Господствующий. Да. Вот так. Ну спаси Христос. Мы хорошее свидетельство получили. Ереси. Как не утерять истинной веры в душе? Как укрепить веру не в словах, а делах? Это вопросы мне задают. Я их поместил сюда, а дальше будет мой ответ. Видимо, этот путь познания веры бесконечен. И, видимо, человеку познать истину в этом многогрешном мире невозможно. Остается только одно – верить всеми силами своей души и просить у Бога милостыни, зная о своем недостоинстве и о своей многогрешности. Начну же я свой путь познания с ваших книг, как наиболее доступных сейчас для меня и наиболее понятных. Насчет же тех, кто угольно обвиняет вас в неправде, не приводя при этом конкретных примеров неправды. Так это же какое вам благо? То есть люди понимают, что если меня злословят, а ничего этого нет – это благо перед Богом. Уже говорят об этом. И Христа гнали в свое время, и зачастую сейчас гонят. Не пострадать за Христа – нет ли признания уже при жизни правильности своих пути? Вы знаете, как высоко оценили то, что гонят, а я не оверзаюсь. Никогда не спорю. Почему? Кто знает ответ – не спорит, он возвещает истину. Я никогда не спорю. Почему? Я тебе сказал, а ты не принимаешь – это уже все, я уже тебе сказал. Я сразу отхожу, другим делом занимаюсь. Они вокруг пляшут-пляшут, а другие говорят, вы ему напрасно его тыщите. Он все равно отвечать вам не будет про меня уже. Другие пишут. Я тебе сказал, я знаю истину, я ее возвестил. Ты с ней не согласен – это твой выбор. Ты избрал такое. Я тебе показал путь, а ты не признаешь. Я еще раз буду спорить. Спорить тот, кто ничего не знает. Написано – спорили фарисеи со Христом, но не Христос с ними. Оказывается, обоюдная драка – когда я тебя сунул, а ты мне дал. А когда ты на меня напал, я молчал. Это избиение называется. за парыочной приня войны находятся. Вот такая пора потому, что у меня еще происходит. Да, это касается. Мне покидаются, если у меня хркин, смеси? Собственно, очень хорошо. Когда у меня уже посадили я late мерять,